От манга к свинцу. Снаряды в серии и на складах. Серийные танки российской армии всех модификаций оснащаются 125 мм гладкоствольными орудиями и пусковыми установками и могут использовать широкую номенклатуру боеприпасов разного назначения. Особое место в ней занимают несколько типов бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, БОПС. В ближайшее время арсеналы должны пополниться новыми изделиями такого рода. Два манга. Основным БОПС нашей армии в настоящее время является изделие 3БМ-42 манга, используемое в составе выстрелов раздельного заряжания 3ВБМ-17. Снаряд был принят на вооружение в 1988 году. И до сих пор остается на вооружении. В конструкции применялись новые материалы решения, направленные на повышение общего могущества и общих характеристик. Снаряд 3БМ-42 имеет длину 570 мм и массу 4,85 кг. Внутри стального корпуса большого удлинения находится составной вольфрамовый сердечник из двух элементов. Начальная скорость при применении заряда 4G-63700 метров слэш-С. На дистанции 2 километра снаряд пробивает до 500 мм гомогенной брони, прямое попадание, либо 230 мм под углом 65 градусов. Обеспечивается пробитие многослойных бронепрекрад под разными углами в широком диапазоне дальностей. Изделия 3БМ-42 и выстрелы 3ВБМ-17 полностью совместимы со всеми существующими вариантами автоматов, механизмов заряжания для орудий 2А46. Этот Бобс до сих пор является основным боеприпасом своего класса и, вероятно, еще долго будет сохранять такой статус. Выстрел с Бобс 3БМ-42 Манго В последнее время Манго нередко подвергается критике. Этот снаряд разрабатывался более 30 лет назад и за прошедшее время мог морально устареть. Согласно различным оценкам, уровень броневой защиты современных зарубежных танков превышает возможности снаряда 3БМ-42. Для его эффективного применения необходимо сокращать дистанции стрельбы, подвергая себя рискум. Впрочем, объективные данные о сравнении реальной танковой защиты с реальным снарядом пока отсутствуют. Возможно, подобные испытания просто не проводились. Однако это обстоятельство не мешает появлению новых оценок. Развитие проекта Манго продолжается. В прошлом году на выставке «Армия-2019» российский концерн «Техмаш» впервые показал снаряд «Манго-М». Выстрел с таким снарядом отличается увеличенными показателями бронепробиваемости. На дистанции 2 км при угле 60 градусов пробивается 280 мм брони. Проект «Манго-М» разрабатывался с прицелом на международный рынок. Множество зарубежных стран эксплуатируют танки Т-72 и Т-90, оснащенные пушками 2А-46. Эксплуатанты могут быть заинтересованы в повышении боевых качеств такой техники, и «Бобс» Манго-М с улучшенными характеристиками способен решить такую задачу. Серийная лекала. На днях стало известно о запуске производства нового «Бобс». 17 января «Известия» сообщили о наличии контракта на поставку серийных снарядов 3БМ-44 лекала. Документ предусматривает поставку «Бобс» в течение нескольких лет в количестве тысяч штук. Макеты выстрелов для пушки 2А-46. Третье изделие справа заряд 4Ж-63, второе справа снаряд 3БМ-32 лекала. По известным данным, снаряд лекала имеет массу около 5 кг и длину 740 мм. Сердечник выполнен из нового сплава на основе карбидовольфрама, обеспечивающего повышенную бронепробиваемость. Заряд 4Ж-63 разгоняет снаряд до 1750 мл.с. На дистанции 2 км при прямом попадании пробивается не менее 650 мм гомогенной брони. Высокие пробивные качества сохраняются в широком диапазоне углов попадания, в том числе при поражении комбинированных преград. Снаряд 3БМ-44 отличается от более старых изделий увеличенной длиной, что не позволяет использовать его SAS, MZ старых типов. Модернизированные ОПТ-72Б3 и поздние модификации Т-80 или Т-90 получают обновленный автомат с увеличенной укладкой, после чего могут применять более длинные снаряды. На данный момент из всей номенклатуры отечественных БОПС, принятых на вооружение, наиболее эффективным является изделие Лекала. Запуск серийного производства и поставка тысяч таких снарядов в течение нескольких лет позволит более полно реализовать потенциал модернизации отечественных ОПТ. Танки получают усовершенствованные средства управления огнем, и новый БОПС удачно дополнит их. Перспективы свинцов Остаются неясными перспективы двух снарядов с общим названием «Свинец». Разработанный выстрел 3ВБМ-22 со снарядом 3БМ-59 «Свинец-1» и выстрел 3ВБМ-23 с БОПС-3БМ-60 «Свинец-2». Эти изделия максимально унифицированы и фактически отличаются только типом и конструкцией снарядов. Выстрел 3ВБМ-19 с Лекалом. БОПС-3БМ-59-60 отличаются от более старых изделий увеличенной длиной, из-за чего совместимы не со всеми автоматами заряжания. В составе обоих выстрелов используется новый метательный заряд 4G-96. Начальная скорость не менее 1700 метров слэш-с. Главное отличие двух снарядов заключается в материале сердечника. «Свинец-2» комплектуется твердосплавным сердечником на основе вольфрама, тогда как на «Свинце-1» применяется обедненный уран. БОПС-3БМ-59 с 2 км на 0 градусов пробивает не менее 600 мм гомогенной брони. Под углом 60 градусов 300 мм показатели БОПС-3БМ-60 неизвестны. По разным оценкам, пробивается не менее 700-750 мм при прямом попадании. Из-за увеличенной длины два БОПС семейства «Свинец» могут применяться только танками, прошедшими модернизацию УАЗ-МЗ. В течение некоторого времени ясность по вопросу модернизации ОПТ отсутствовала, вследствие чего оставалось неопределенным будущее новых боеприпасов. К настоящему времени часть танков получила необходимое оснащение, но перспективы снарядов 3БМ-59-60 остаются неизвестными. При этом вместо «Свинца-2» на вооружение поступает лекало с близкими характеристиками. Будущие снарядов. В нашей стране уже созданы новые БОПС с повышенными характеристиками. Перспективные изделия с шифрами «Вакуум» и «Грифель» способны пробивать не менее 910 мм гомогенной брони, однако ценой этого оказываются уже известные ограничения. Новые снаряды еще длиннее существующих, и потому несовместимы даже с модернизированными АС-МЗ старых типов. Выстрелы 3БВМ-22 и 3БВМ-23 со снарядами «Свинец-1» и «Свинец-2» внешне почти не отличаются. В целом акцент в сфере бронетанковой техники и вооружения постепенно смещается с развития существующих образцов на создание совершенно новых. Такие тенденции могут сказаться на судьбе некоторых образцов, в том числе уже разработанных бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. Недавно появился заказ на поставку БОПС типа лекала, призванных повысить боевые характеристики наличных опт. Кроме того, промышленность работает над БОПС для новой Пушки-2А-82. Вследствие этого возникают новые вопросы о перспективах семейства «Свинец», которые теперь рискуют остаться не у дел. Также пока не определено реальное экспортное будущее снаряда «Манго-М». Очевидно, что БОПС отечественного производства ждет разное будущее. Одни изделия останутся в армии, а другие начнут поступать на склады. Третьим же так и не удастся попасть в войска по тем или иным причинам. Однако в целом ситуация располагает к оптимизму. Отечественные танки всех моделей продолжат получать новые боеприпасы, каждый из которых будет эффективнее предыдущих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова